Одна из самых перспективных отраслей энергетики, в которой наша страна занимает лидирующие позиции, сегодня отмечает 75 лет. 20 августа 1945 года руководство СССР приняло решение об организации спецкомитета и первого главного управления для проведения работ по ядерной тематике. К этому приурочено и обращение главы Росатома Алексея Лихачева, который обозначил основные достижения атомщиков за последние 75 лет и глобальные цели на будущее. Мы поставили перед собой амбициозную цель к 30 году стать глобальным технологическим лидером не только в ядерных технологиях, но и в сознании новых материалов, возобновляемой водородной энергетики, в ядерной медицине. Будем расширять нашу продуктовую линейку и развивать бизнес за рубежом. У нас появились новые направления, обеспечение круглогодичной навигации в Арктике, решение накопленных экологических проблем, организация работ по созданию новых материалов и веществ, занимаемся цифровизацией, искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями. Мы разработали комплексную программу развития атомной науки и технологий, которая по сути является 14 национальным проектом. Указ о ней уже подписан президентом. Наши приоритеты в среднесрочной перспективе двухкомпонентная атомная энергетика, замкнутый топливный цикл, АЭС малой и средней мощности, плазменной технологии и термоядерный синтез. Но главное, мы по-новому выстраиваем работу с людьми. В центре научных, образовательных, социальных проектов должен стоять человек, работник Росатома. Тогда у каждого из нас будет возможность реализоваться на все 100%, раскрыть в полной мере свой интеллектуальный и человеческий потенциал. В этот же день, 20 августа, дань памяти была отдана и Ефиму Павловичу Славскому, памятник которому открыли на улице Большая Рдынка в Москве, в сквере у центрального здания госкорпорации Росатом. Так называемый атомный министр, выдающийся деятель атомной промышленности, Славский стоял у руля отрасли почти 30 лет. По словам Алексея Лихачева, Ефим Павлович Славский – это тот стандарт, на который должны равняться нынешние сотрудники отрасли.